итак ладно давайте начнем всем привет добро пожаловать и продолжаем проходить сюжет освоение из обновления 2.1 и так на чем мы остановились о том что мы проходили довольно длинные сегменты за ван тюрина где его так сказать обвели вокруг пальца и теперь на нем сидит так сказать проклятие ее на гармонии и он через 16 системных часов ну с ним все будет плохо по идее и у него плохо так сказать плюс помимо прочего мы тут внезапно встретили топаз и еще пьяную компанию люди из кмм в общем тут все весело и ничего не понятно и как я говорил до стрима во время пересмотра записи и подготовки их для загрузки на ю туба на ю тубе я заметил кое-что интересное на камне топаза если присмотреться там есть символ который очень похож очень похож соответствует символ который присутствует на одежде топаз а если посмотреть на камень авантюрина у него нету такого символа который можно увидеть на тот камень который нам показали в разговоре за воскресенье помимо прочего сразу после того как нам впервые показали его камень нам почему-то показали на его сумку где там есть как раз таки символ форме как это на русском называется пики вот если посмотреть еще на его внешний вид у него как раз на груди еще изображена изображен этот символ так что думаю тут что-то не чисто с этим камнем возможно это все-таки не его камень и он придумал очень интересную многоходовочку и почему-то мне кажется кажется что рацию все-таки с ним заодно и он его не предал все-таки будет интересно сравнить правда это или нет я если что ничего себе не спали рил к счастью ничего не поймал вот собственно заметил такой момент ну погнали так ну мы должны опросить гонщик чтобы побольше узнать про убийство и так далее ну короче и продвинуться дальше мы исполняем приказы нашего командира что вам нужно мы допустили ошибку в тот раз и сейчас ее исправляем у нас нет времени ни на что другое будем следить за директором кмм топаз удерживая ее в отеле на протяжении всего пребывая на пинаконе теперь то мы все сделаем правильно конечно вот значит как это они преследовали светлячка помните меня вот мы и встретились снова снова ты хочешь еще неприятностей на этот раз мы тебя не боимся ну выкладывай не привязывайся к нам по пустякам значит вы знакомы лэси почему тебе постоянно встречаются те кого ты однажды побила ну не знаю судьба наверное точно мы проводим для семьи расследование убийства можно обсудить дело с вашим командиром ну детектив приказал всем заткнуться до тех пор пока не вернется границ грез что за убийство хватит малой чепуху то точно нам не о чем рассказывать уходите кажется сотрудничать они с нами не станут по крайней мере сказали что командир на границе грез может тогда просто найдем детектива возможно это галахар о котором говорил о лэйси верно галахир так у нас там эрастов 2 апреля афак я случайно гнула сплиттер и да и нормально продолжает я тут еще себе монитор приподнял повыше а то он был как-то низко так ну что ж граница грез ну погнали говорим с галахером у меня тут еще крест какой-то непройденный когда-нибудь пройдем как странно наверняка они тоже озадачены при произошедшем галахер галахер где же ну кстати на русском как правильно действительно галахер как я вижу потому что она по японской озвучку нас галахар ну на итальянском у нас тоже галахар поэтому если его иногда будут так называть иметь ввиду что просто привычка так называть это имя прошу прощения план гонщик проводит расследование посторонним проход воспрещен постойка кажется я тебя видел тебя пироволосы и сколько бед ты успела натворить на пинаконии ой тебе лучше не знать так вы обозлились наверное верно это была я ясик думаешь вы похожи давайте я покажу вам трюк с заводным механизмом постой ты серьезно быть такое не может это ты в тот раз вопила о каком-то заводном механизме и колотила меня вместе с той девчонкой серебристыми волосами в этот раз я тебя не пропущу уходи иначе я встану на колени и буду умолять стоп чего смысле ладно я думал скажут сейчас я тебе наваляю а тут типа встану на колени и буду умолять или интересно ребята очень интересно вообще-то перед гопниками если их там пятеро а ты один ну наверное ты тоже так будешь делать привет рейзера рвон лесси что за ужасы ты натворила подождите у нас есть документы заверенной семьей которые помогут вам в расследовании если вы если вас не затруднит позвольте поговорить с господином галахером о каком таком галахере вы говорите вы уже не первое называете это имя даже это сероволосые что разве не он вас сюда отправил нас отправил детектив это все что я вам скажу он сгодится его то мы и ищем извините никто никуда не сгодится шеф сказал что на кону репутация семи поэтому никого не впускать а теперь хорошо уходите давайте не будем усложнять друг другу жизнь хорошо извините за беспокойство лэйси март придется искать другой способ другой способ точно лесси говорил о каком-то заводном механизме мне это помогло переубедить охранника можешь повторить лесси ну я про тот трюк часика именно прошу лесси слишком быстро нажимаю кнопки так ну чё опять опять пробовать мозги ну грэйди ну как бы да хорошо уходите но это тоже самое хорошее настроение ну давайте я смену хорошие настроение сделаем и кстати меня одного смущает этот момент что типа детектива он знает а типа как его зовут нет странно ну ладно или это реально какой-то другой человек сейчас будет ну-ка который час о уже столько времени пора заканчивать смену и никто меня не остановит и о боже что за деть принципиальный член гонщик довольно усмехается сперва из вида серьезно не знаю ребят мне одному как-то эта механика с часиком не очень нравится она кажется какие какой-то имбой что ли макгаффина ладно типа даже генезис и секи как-то более хотя ладно тут типа меркриус ладно потом посмотрим лэси это твой трюк заводным механизмом довольно опасен по крайней мере он больше не будет нам мешать давайте отыщем этого галахера и расспросим о подробностях дела ну да это типа промывка мозгов учитывая что мы еще во сне все равно как-то притянута за уши мне стало интересно что за шум о это вы добро пожаловать раз уже вы здесь и могу помочь и да как вижу это реально он что здравствуйте господин галагер ими косан вы излишне вежлива ни к чему называть меня господином господин галагер вам и мое имя известно конечно известно вы же экипаж легендарного звездного экспресса почетный гость часовщика я встречал эту леди золотом миге припомню нет припоминаю девчонку серебристыми волосами тоже было там мне жаль что так вышло семья поручила нам расследовать это дело этой причине мы и хотели увидеться с вами господин галагер экипаж экспресса не позволит себе закрыть глаза на смерть девочки поэтому решили помочь семье во всем разобраться надеемся так мы сможем восстановить справедливость безымянные связали с семьей неожиданный поворот а что вот такого семьей а ничего на пинаконе и все любят семья ребят а вы любите семью может только бы не противились прекрасному сну когда приходит время его покидать сделать это оказывается невообразимо трудно кто же захочет покинуть теплые гнездушка даже что тупицы детвора и пинчуге кажется господин галахер на что-то намекает ошибаетесь вовсе нет ой и предыдущие слова сказал с консайским акцентом полива хотите обсудить дело что же пройдемте со мной здесь не самое подходящее место для разговора найдем другое в это же время на другой стороне другой какой именно даже после той леденящей душу трагедии жизнь в грезах идет как по маслу на трудно вообразить себе другую силу но вселенной кроме семьи и гармонии способную поддерживать в исправном состоянии сооружение такого масштаба семья и сама подобно огромному безупречному отстроенному зданию словно живой идол каждый член семьи считает себя элементом божественной головоломки вращающиеся вокруг единого эдра иона и стремящуюся к общему идеалу гармонии под ее руководством семья верно исполняет свои роли принося себя в дар в свою очередь сама получает поддержку интересная аналогия возможно в этом и заключается основа стабильности в мире грез и и все же человеческое тело имеет свои ограничения как и тело божества такое заявление звучит не совсем в духе галактического рейнджера я лишь подчеркиваю факты ваше представление происходящим наверняка точнее моего господин янг почему вы так говорите госпожа ахерон мир грязь рушится но не из-за какого-то иона фракции или гости причиной этого краха является неизбежность проявление человеческой природы семья отказалась это признать что в сыграла с ней злую шутку и стала началом катастрофы погружаясь в мир грез где торжествует легкость и наслаждение а последствия и боль перестают существовать люди шаг за шагом приближает свою гибель независимо от блаженства смерть неизбежный исход для каждого кроме того это омертвление начнет начнет и дальше распространяться стоит умереть всего одному элементу головоломки вся конструкция вздрогнет треснет и рук в итоге прекрасные грезы созданы людьми во имя свободы стали темницей вы наверняка многое узнали в этом путешествии госпожа ахерон желаете поделиться со мной откровениями конечно если только вспомнил вот какие-то философские разговорчики пошли о жизни и смерти с этими словами она аккуратно кладет руку на рукоять клинка и сразу убирает ее не обращайте внимание просто привычка из-за событий прошлого я стала забывчивый только обнажив этот клинок я могу прояснить туманные воспоминания понятно не спешите тогда вот и все неотчетливо помню обо всем случившемся на пинаконе спрашивайте так секунду слушайте задний фон слышен или нет насчет мига рассвета миг рассвета слушал это место где находится фабрика зари производящая все самое важное для мира грез за безудержным весельем мира грез стоит множество фабрик воображения рабочие погруженные в сон целый день создают причудливые вещи а затем возвращается в и спятся и комнатах на узких кроватях никакой роскоши каррина вас среди дживан датай силина юнекосова сайка на хоши говорят они этим довольны прикоснуться к удивительному и тверстному миру грез величайшая награда самое время предаваться прекрасным грезам ее главным желанием было однажды посетить золотой миг и увидеть великолепные наряды пошиты ее руками по определенным причинам ее желание было трудновыполнимо однако мне удалось вести ей платье как же это напоминает bioshock инфинит да ребят ну кто проходил я думаю меня понимают блин надо перепройти эту игру она реально великолепно насчет золотого мига золотой миг говорят это финансовый центр пинаконии да подобный замку финансовый город сердце экономики мира грез там заправляют пипешей склоная люцерт славная кровью они снабжает деньгами всю пинаконию ассоко дарем марри по на юсо и и асси мая не арю каждый из них изысканно одевается не постоянно спешат главное желание местных пипешей обеспечить будущим поколениям работу в золотом мире говорит со мной никто не согласился не оставалось лишь стоять у дороги и смотреть как толпы снует словно ветер стальных джунглок с одной единственной целью положить заработанные люцерны на свои банковские счеты не знаю насколько у них все успешно но перед уходом я заметила как с неба падает один хорошо одетый пипеши а прохожие и глазом не повели просто продолжили бежать по своим делам но и зиры я играл с английской озвучкой но я видел русскую озвучку которая очень неплохо звучит не проходил с русской у меня лицензия на иксбоксе была а там я проходил на английском насчет мега сумерк слушал в миге сумерек очень романтично и чем поделиться госпожа хиро веритаса муки этапа дамарка машины асока товар и райт огонь у меня у меня у меня это возможно вы уже знаете во рту моря грез пришвартован большой корабль под названием вечерний час на котором гости целые ночи напролет танцуют под легкую музыку похоже на один хентай в описании прямо там я накнулась на сморщенную пожилую леди она ждала в порту давно покинувшего ее возлюбленного прождала бесчисленные часы но время будто застыло на влажном морском ветру она рассказывала о своей молодости как и многие пары желавшие достатка и любви влюбленные прибыли на пинаконию в погоне за мечтой увы сознание ее возлюбленного было утеряно в темных глубинах моря грез и наконец она предложила продолжить беседу на корабле стоящем прибрежных водах не согласилась мы зашли на борт однако она больше ничего не сказала просто рассеянным взглядом смотрела на горизонт и казалось так прошла целая вечность в итоге мы вернулись на пляж так насчет мига полутен мир грез полный шика роскоши расточительства мы и товарищи тоже там бывали значит вы наверняка видели тех кто гонится за мечтой а может уже и достигли ее дарит деньгами словно пылью и делает самые рискованные ставки все имеет цену и все можно купить или продать даже мечты я видел аэру дроида собравшуюся выставить себя на аукцион победителю торгов на договоренный срок и при определенных условиях позволяется требовать от него исполнения любой прихоти как от своей собственности опа тот эру дроид выставлялся уже множество раз и я участвовал в его 13-х торгах это было грандиозное мероприятие из всех что я посещала но с тех пор на этот эру дроид никто не бросил ни единого взгляда пока что его больше никто не выкупал но у меня все вот все что мне довелось увидеть и услышать однажды кто-то сказал мне давным-давно пинакония была другой такой ей следовало оставаться я путешествовал по планете праздновать и в реальности и в мире грез смотрела как накатывает и отступает ночь как время для гостей останавливается здесь богатые и нищие но всегда остаются на своем уровне потому я и считаю что крах грез неизбежен возможно не способ все изменить возможно однако если люди желают иметь такой жизни если ради нее они готовы погрузиться в сон стоит ли нам вообще что-то менять хороший вопрос юми-сан кунду аурега госпожа ахерон настала моя очередь поделиться своей историей о урена куки не 1 2 2 3 2 3 когда на мои далекие родные земли обрушились боли и страдания один мой знакомый сделал выбор он сплел воедину сны каждого существа всезал их миры грез друг с другом и возложил на себя время спасителя так он создал колосса духовного адама с тех пор колосс стоял между небом и землей подобно столпу поддерживающему само существование за это пришлось заплатить те кто признавал свою неспособность жить дальше и навсегда лишался будущего они погрузившись в сон они жили безбедной и безболезненной жизнью в утопии созданной единственным творцом благодаря желаниям тех кто не хотел пробуждаться духовный адам оставался нерушимым и все же вы здесь это значит план спасителя потерпел неудача так ну да это спойлер к третьему хонкаю и это про Кевина ладно ему стоит молчать да грэди я уже в курсе ну спасибо напоминание потому что движение в будущее необходимо даже если люди скованные слабости останавливаются на месте в неспособности двигаться дальше однажды они все равно находят способ спастись а спаситель никогда не терпел неудач как и все на той планете он нес в своем сердце возможность даруемая человеческой природой он был легендарным искателем солнца стремившийся в небеса и встретивший свою последнюю победу вместе с неминуемым падением он возьмешься до невиданных высот чтобы встретиться лицом к лицу с солнцем там где до него никто не бывал его крылья расплавились и он упал в море а затем бесчисленные последователи превзошли его воспарив еще выше отличная метафора для духа освоения что несет пьяные спасибо господин янг я знаю чем вы думаете во вселенной существуют бесчисленные планеты настолько похожи друг на друга и при том такие разные и на каждой из них живут такие же существа все как один но в то же время уникальные я тоже отправилась в путешествие встречала знакомые лица как друзей на множество планет разворачивались подобно моей вот что я скажу несмотря на различия история рассказанная вами сходится с моим прошлым тех глубинах грез я оборвала жизнь спасителя в одиночку но ребят я думаю после этого диалога уже все очевидно если не прошли третий хонкай ну третий удар надо надо и не читали всю мангу я не та за кого вы меня принимаете и моей родине не видать сиденья ваши мне жаль это слышно ничего все в порядке главное уметь развеять ваше подозрение и все же я хочу знать что за сила побудила вас так далеко зайти в одиночку госпожа Эхерон господин Янг перед тем как ответить на вопрос я продолжу рассуждения на предыдущую тему мне очень нравится ваша аналогия несомненно птицы рождены летать однако их далеким предкам оставалось лишь с завистью взирать в небо они видели недосягаемый луч света спускающийся с небес пробивающийся сквозь облака и озаряющий землю одно поколение сменилось другим и постепенно птицы расправив крылья поднялись ввысь в стремлении коснуться небесного купола лишь потому что там светит солнце что будет если однажды птица достигшая неба осознает что свет солнца вовсе не предел а за ним растирается сплошная дыма всепоглощающая черная дыра зачем вообще мы стремимся к свету о продолжение и видим ладно вот этот конечно разговор был очень интересным и познавательным давненько не виделись веселишься на пинаконе херон этот голос это не констанция может быть ее спутник хоть я не знаю наверняка что ты такое и что замышляешь мои пули тебя настигнут а пока советую найти на пинаконе ритуальную лавку и попросить хозяина приберечь для тебя крепкий гроб самозванка о ребят это бутхилл или как его там зовут это 2000 так так самозванка ясно она сообщила о моем местоположении тому кто выслеживает герон что-то не так что-то не так сама так кем будешь у меня хранительница памяти сада воспоминаний о неплохо такие задачки по мне ты телохранительница той самозванки ну и ладно так и быть я приберегу пулю и для тебя держи лоб наготове и жди своего часа не знаю о чем вы говорите но вы кажется знакомы с галактическим рейнджером а херон верно у меня к вам вопрос ребят какой ракурс просишь составить для тебя завещение ну валяй не совсем я хочу спросить как именно она стала галактическим рейнджером она точно не из тех кто идет по пути охоты а вот вы другое дело скажите почему вас так интересует ахерон ахерон ну конечно да да уж не думал что найду союзника вот так повезло я скоро прибуду на пинаконию хранительница памяти купи бутылку адского белого дуба и отогрей я подниму за тебя бокал А насчёт её прошлого, ну, никто не знает Впрочем, если ты хочешь получить внятный ответ, так и быть Присаживайся Так вот, это Ахеррон Эммонатор, которому не положено существовать Ребят, какой сюрприз, да? Ну, это было очевидно, ну, в смысле, насчёт Эммонатора, окей А насчёт того, что она не из Галактических Рейнджеров, тоже было очевидно с самого начала Какая неожиданность У вас бледный вид, это тоже часть плана Не думал, что тебе хватит наглости явиться А мне показалось, именно этого вы и хотели Всё-таки верный исполнял ваше поручение Ну, ребят Вот интересно, интересно Если ваши силы покинули вас, так и скажите Значит, один из гений, входящий в совет заурядности Хочет стать моим могильщиком Да, какая честь Я уверен, что ребята из отдела стратегических инвестиций будут рады получить скорую весть о вашей смерти Однако не будем забывать, что вы с ними не встретитесь Этим делом руковожу я Отлично, тогда передай своим, что Авентюрин будет готов через 17 системных часов А, 17 Там, по-моему, в начале говорил 16 Какая дерзость Как именно вы планируете выполнить задание Буча связанным по рукам Айоном гармонии Из разговора с воскресеньем я понял, что в кругу зимы есть предатель Которому известны секреты пинаконии Я воспользуюсь этим шансом Греди, ну, я уже не помню точно, сколько там часов Мне почему-то оказалось 16, но я был не прав Это не так важно уже Мне даже удалось вернуть призовые деньги Мне не везло с тех пор, как вошел в дверь отеля грез Теперь всего один шаг отделяет меня от победы А осталось только подождать Как витривата вы констатируете провал Ну, ребят, собственно, вот и поведение Авентюрина Еще раз доказывает, что его камень где-то в другом месте Большего не скажу Ты забыл, доктор? Ты меня предал Делай, что необходимо Мне не терпится увидеть, как флот КММ окружил пинаконию Ты ведь получил желаемое, верно? Верно Но какой ваш план? Неужели вы принесли в этот мешок с деньгами целый маяк для вызова орбитального подкрепления? Как знать Возможно, поэтому я так лихо разбрасываюсь с деньгами Ведь меня вот-вот грохнут Проклятый кортежник Повернутый на своем деле Пусть так Ладно, возьми это Ладно, возьмите это Откройте, когда будете при смерти Еще спасибо мне скажете Это что? Предписание врача? Опа Ну, ребят Ружье повешено Как говорится Вот так Театральность, доктор Просишь меня распутать дело Не давая ни единой зацепки Это в твоем духе Крылатая ты башкая Кстати, это нелегалка Всех вас на уши поставила Как я и ожидал А пока пусть КММ Озолотит каждого Так Слушай, не знаю, как со стороны Но сегодня вроде чтение идет получше Я сегодня более Отдохнувший, чем вчера Когда вернулся там за Полчаса до стрима Весь день занимался работой Так Ла Роуз Желаете поддержать Мое выступление И помочь Есть не о красоте Звучать По всей вселенной Вот Возьми Эти драгоценности Ух ты Они изумительны Но почему вы дарите мне Столь чудесный подарок Вы ведь меня совсем не знаете Дело в том, что Мне невыносимо видеть Как обитатель этого прекрасного сна Страдает от нищеты Это очень благородно с вашей стороны Большое вам спасибо Если выпадет шанс Обязательно возвращайтесь И послушайте Мое выступление Естественно Кстати Известно ли тебе Что-нибудь интересное О смерти? Смерть Какая жуткая тема И она не совсем соответствует Атмосфере этого прекрасного сна Видишь ли Я репортер Собирающий для таблоида Страшные истории Пинакуни Ты не знаешь Что Чем страшнее рассказ Тем больше внимания Он привлекает Может быть Ты что-нибудь Такое слышала Так Судя по голосу Это явно Лоли Которая Перенебрегла Правилами отеля Не меняя Себе внешность А Не менять себе внешность Пишет Изир Ну Все возможно Или просто голосом Ошиблись Во время озвучки Что ж Если вы хотите Посплетничать Конечно Моя история не о смерти Но Ходят слухи Что Один из гостей Отеля Реальности Глубоко заснул И долго не просыпался Скорее всего Это была своеобразная кома Никто не знает Что стало Причиной Однако к счастью Через некоторое время Гость пришел в себя Все таки все гости Находятся под защитой семьи Хм Очень интересно Спасибо Но у этого рассказа Будет громкий заголовок Храни нас Пи Необъяснимая кома Такое случается Когда мозг умирает Во сне Но в итоге Гость все же проснулся А жаль Кстати Насчет шпи Что-то творится у меня в голове Это влияние гармонии Так Где у нас там На Встанных Встанных Так А где она О Где можно ее картинку посмотреть Блин Только в виртуальной вселенной Просто вспоминая предысторию Вантюрина С Сигони Они же там Типа не поклоняются Айоном А к какому-то своему божеству Забыл Как Как она называется Короче там связана С тремя глазами И так далее По-моему У шпи Как раз таки Три головы Я вот тут подумал А Не она как раз таки Есть Типа Просто они называют ее Там по-другому Ладно Ну в книге Это да Ладно Потом посмотрю Надо потом Посмотреть Как она выглядит Внешне Арвон Чего Кого Мир воистину Сошел с ума Вот возьмите эти драгоценности Ты Стой Теперь я понял Это какой-то розыгрыш Да Где-то здесь наверняка Установлены камеры Записывающие Твои добрые дела Ведь так А вы Внцы Постоянно ищите легкий способ Привлечь В себе Внимание Но знаете что Поистине Великие Свершения Не делаются Так легко Так Изверсти Скинул Ну да Если посмотреть Сейчас выведу Простите что отвлекаюсь от сюжета Не выведу На стрим Почему-то Она не хочет Ладно Сделаем Вот так Ну да У нее Три головы Вон Слева и справа Так что Да А шпекту Правильно Гармония Хм Так Ладно 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 Очень Очень интересно Так Продолжаем Вы Юнцы Постоянно Ой Вы Юнцы Постоянно Ищите легкий способ Привлечь В себе Внимание Но знаете что Поистине Великие Свершения Не делаются Так легко А стоп Я уже читал Будет тебе Скоро Великое Свершение Старик Но сперва Задам вопрос Знаешь где мне найти Смерть В этих грезах А я понял Очередной Бесстрашный Юнец Ищет смерть Да Что ж Вот тебе совет Не думай что ты первый Загорелся Такой идеей Смерть Смерть Ни капли Новизны Я купил Эту вещицу У доктора Эдварда Он заявлял Мол Это какая-то Запредельно Эксклюзивная Штука Но она Меня Разочаровала Эффект Эффект был ужасный Сначала какое-то чудовище Покрытое Глазами Пырнуло Меня в живот У меня все Перед глазами Поплыло Здание Свет огней Небо закружилось Так быстро Что меня Чуть не стошнило И это все А чего еще Не стоит особо Надеяться На киноиндустрию Пинакуни Эту гадость Называют Прорывом искусства Представляешь Смех дает только Что ж Оставлю тебя в покое Удачного дня Чудовище Покрытое Глазами Похоже На мем Зону Воспоминаний Вот только Здание Огни Вряд ли Это имеет Отношение К смерти Вероятно Этот пузырь Грез Был создан На основе Слухов И сплетен Противный голос В ушах Все ближе И ближе Бочи А Это бочи Не бочи Ну ладно По рюмку Ликера Дарует Покой Беды Растают Все Сами С собой Я знал Что смогу Стать Поэтом Вот возьмите Драгоценность Ох Ты Ты Даешь Мне Эти Камни Я думал Что встречу Здесь Какого-то Кого-то Щедрого Чедрого Ты Этой Жалости Ладно Не важно Главное Что у меня Есть Услада Это Это Просто Сон Господи Че так Много Алкашей Тут Ребят Хотя Ладно Я понимаю Да Не стоит Пить Столько Услада Дружище Это Вредно Для Здоровья Ох Может Быть Мне Правда Стоит Завязать Но Сперва Я Встречу С Чертиком Услады Че Чертиком Услады Это Еще Что Это Морской Конек С длинной Шеей Говорят Он частенько Посещает Пьяных Особенно Тех Кто Отрубился На обочине Забавно Ну да Ребят Это Местный Аналог Билочки Ведь Реально Кто-то Хочется Ловить Это Ощущение Ужас И правда Забавно Спасибо Неужели Всем Кто Пришел Прикнуть Име Необходимо Сперва Пойти Через Эти Мучения Я бы С радостью Вырвал Свой Мозг И Что-то Там Короче Сделал Береги Береги себя Дружище А если Что-то Случится Гончие Придут На помощь Вот Возьмите Эти Драгоценности На его Ну ладно Если попадешь Беду Обязательно Обращайся Гончим Что-ж Мне и правда Есть С чем Обратиться Тебе Как Самому Выдающимся Гончиму На Пинаконе Доводилось Иметь Дело С Нелегалами Откуда Им Взяться На Пинаконе У нас Никогда Таких Не было Ну ладно Ну что ж Удачи В работе Ни о чем Я думал Я ни за что Не поделился Свидетель Скаймэм Да Да Все плохо Авантюрин Я вижу О Ума Сотя А я не крутил Сегодня Так Стоп Надо Сначала Взять Нету Нету Это не он Это он Был вроде там Но видно За Авантюрина Нельзя Ну ладно Фиксируем Это не так важно Хочешь со мной поговорить? Только не затрагивай Щепетильные темы Ладно Вот возьмите Драгоценности Так Ребят А сейчас Как-то это выглядит Немного нелегально Да Лоли Даем Драгоценности Просто так А на самом деле И больше Я У богачей Свои способы Веселиться В грезах Но если честно Я никогда не видела Чтобы кто-то Раздавал богатство Прохожим Как это делаешь ты А значит Ты хочешь стать тем самым Принцем из сказки Который Он дарит свои Золотые Одежды И плавит свинцовое сердце В огне Что за сказка Какая Я больщен Никакой я не принц Просто думал Что камни Помогут тебя Разговорить Ты видишь журналистка Расследователь Может Ты слышала Что-нибудь Ну да Да Отпепеши Еще один любопытный Ну что ж Я тоже сильно Интересовалась Этой темой В начале своей карьеры Но моя начальница Отговорила меня В это лезть Как ей удалось Тебя переубедить Но она сказала так Публикация Безосновательных Городских легенд Сделает из нашей газеты Третьесортную Желтуху Ну типа да Я поразмыслила И решила Она права Новости о призраках Являющихся При задувании свечи На праздничном торте Были бы Не совсем Профессионально Думаю Она и правда Права Спасибо за ответ Хочешь поговорить Извини Я думал Ты что-то Позади меня Высматриваешь Вот возьмите Драгоценности Это подарок Мне Ты не обознался Да это тебе Забирай Серьезно Мне наконец-то Дарят подарки Не моим родителям А лично мне Большое спасибо Пустяки Я просто хочу Задать тебе вопрос Так и знал Что тебя интересует Хочешь Расспросить О моем отце Или о матери А? Да нет Я хочу знать Слушал ли ты О смерти На пинаконе Ты говоришь Прямо как мой отец Тот постоянно Предостерегает Меня об опасности Даже во сне Он эрудроид Поэтому погружается В сон не так Как мы Органически Я не смогу Рассчитывать На его помощь Если что-то Пойдет не по плану То весьма забавно В защите он Меня превзошел Какая ирония Да не переживай Ты так На твоей улице Будет праздник Тертику слады Призраки Несомненно Смерть Популярная тема Для разговора В этом сладком сне Дарованной семьей Я собрал Целый ворох Слухов Но ничего полезного Запас камней на исходе Посмотрим Повезет ли мне Напоследок узнать Что-нибудь интересное Опа Так Тут что-то нечистое Помнишь, что Ханаби сказала Вам, Сиганица Самое место В канализации Посмотри на себя Вынюхиваешь тут Сюда Сюда суешь нос Запах смерти Так тебя манит Мой друг Ребят, а вот и Хутал Э, в смысле Ханаби Хм, это ты не дотепал маски Стоило догадаться Ты та самая самозванка Появившаяся на телевидении После смерти Зарянки Так ведь? Слышала тебя поймала семья Я дала тебе Четкое наставление Подружись С молчуном Коротко и ясно Знаешь ли? А что сделал ты? Облажался и стал их узником Я говорил о тебе подружиться с молчуном А не замолкать самому Ты очень меня разочаровал Так, слушайте Ей я дам Проговориться полностью Уж Свою озвучку у нее слишком хорошая Потом уже буду читать Что ты имеешь ввиду? Чтобы вы насладились ее голосом Ты знаешь больше меня Кто бездействовал Когда певчая птичка Не способная петь Погибла на его глазах Ты, блондинчик Нет, я спрашиваю Что значит Замолкать самому Это значит Что скоро ты Как и она Больше не издашь Ни звука Впрочем Это и к лучшему Потому что Потому что Я все ближе Подбираюсь К правде Верно Как думаешь Почему я раздаю Прохожим дешевой Безделушки Недотепы Все это часть плана Наживка на глупца Чем ниже я кажусь Тем скорее ты начнешь Выведывать детали Итак Раз уже Я тебя выманил Может ответишь Награду За мои старания А, так вот Это к чему Ребят, было Чего бы Ханаби Тебе помогать Ты ведь хочешь увидеть Как Пинакония Погружается в хаос Не могу это устроить Нужен только ответ На один вопрос В тот раз Когда ты Спросил Найти друга Мумчуна Жаль, что они Обращение в третьем лице Не сохранили Это дает ей Дополнительный шар Ты имела ввиду Зарянку? А что если нет? Спасибо Тогда я буду тебе благодарен Никогда прежде Слово нет Не доставляло Мне Такой радости Отлично Признаю Я тебя Недооценивала Но что это меняет? Ой Позвольте тебе кое-что сказать Мальчунов было двое Сказают лишь две детали Правда И способ ее раскрыть Впечатляет Весьма Замысловатый способ сказать Я так ничего и не узнал Ну Изир вот верно подметил Как бы Если послушайте Японскую озвучку Там было Четко сказано Именно Это Робин Одна из Молчунов Ну а вторая Я думаю Очевидно кто Которая Скорее всего Не умерла Не совсем Я собрал достаточно подтверждений И их мне вполне хватает Что же касается ответов На мои вопросы Я узнаю их в течение 17 Нет 16 системных часов О правда Всего-то 16 системных часов Что ж Я тебе помогу немного Именно немного Если послушать Японскую озвучку Чего? Держи-ка Это моя драгоценная кнопка Гарантированная Взаимного уничтожения У меня такая же Когда один из нас Нажмет На нее Другой Вместе со всей Пинаконией Взлетит на воздух Если ты так горишь Желанием помочь КММ Захватить Пинаконию Подрыв Игральной доски Не такая уж И дурная идея Начни с нуля В этом КММ Нет равных Верно же Изир Это проблема Не только Русского и английского А как я Понял Я сегодня Наткнулся на Скажем так Статью маленькую Где там ошибки Во всех переводах Кроме китайского Их уже подправили На релизе Их было там Первые несколько дней Сейчас уже Их вроде Подправили Но не все Все еще есть некоторые И проблема в том Что Насколько я понял Японская тоже Они все ошибочны Нажми когда не останется Других идей И да Обязательно обращайся Ко мне За поддержкой Полагай семья не проявила Твоим угрозам Ни капли серьезности Как иначе Ты смогла бы Пронести Сюда У меня свои способы Это все Что тебе нужно знать Боюсь предложение Мне придется отлонить А вдруг Твое приспособление И правда сработает Кстати Я не собираюсь искать Другого мальчуна О котором ты говоришь И все же Я рад слышать Что он Еще на пинаконе Остальное Остальное Уложился Устроит для семьи Грандиозный финал А когда настанет Время кульминации Стены рухнут Гости проснутся И те Кто не способны говорить Вернут себе голос Когда это время настанет Без раздумий Нажимай На кнопку Озарит для меня небеса Великолепным фейерверком Увидимся Недотепа Все те же пафосные речи Впрочем Если ты достигнешь своего Именно так я и поступлю Это взаимное Обещание Только ни за что Не подведи Ханаби Опа Итак номер 35 Вот это Нравится новый талисман А товарный код Ничего же Талисман Молчать Я не давал тебе слова Синогийский пес Ребята в черном были Не очень-то Разговорчивы Поэтому понятия не имею Как ты спас свою шкуру В той бойне И все же я допустил Я допустил что ты Везучий Потому тебя и выкупил А сныне ты Твоя удача Моя собственность Это понятно Твоё первое задание Будет простым Помимо тебя Я приобрел Еще Тридцать Тридцать четыре Раба Сыграя с ними в игру Если через два дня Ты останешься в живых Я пойму Что с тобой Можно иметь дело Ты больной Проверяю тебя на качество Товара Разве ты не беспокоишься Что деньги потрачены На меня пропадут пустое У меня их целые горы Блондинчик А рынок рабов Всегда полон Самодовольных щенков Вроде тебя И все же Ты хорош Потому-то клиенты Не ставят целое состояние На такого Дыхляка А теперь ступай Не разочаруй хозяина Сколько ты заплатил Э? Ты о чем? О моей цене Сколько ты заплатил За меня? А тебе это так волнует? 60 Там Не больше Не меньше Я рискну 30 Если я выживу Ты дашь мне 30 Там Идет? А ты смеешь со мной торговаться? А ты смелый? Извини Извини Но так не пойдет Знай свое место Рэб Тебя к торгам не допускали Ты просто игральная фишка Жизнь Пущенная в расход чужой рукой Либо ты вернешься с выигрышем для хозяина Либо не вернешься вообще Все или ничего Не опозорь меня Везучий пес Лаки бой По японской версии Я думаю все слышали Лаки бой Типа Ну Ладно Его все таки там Псом не называют Ну ладно Или в русском Это так принято Кто-то я не слышал Такое часто А ты как здесь Галакер Ветел старых друзей И свободная минутка Вон Хоть целый день Дамы и господа Добро пожаловать в бар Проснись и пой В этом баре подается Богатый ассортимент напитков За исключением У слады Зачем довольствоваться Обыденностью Если можно Наслаждаться Необычным Мы с удовольствием Угостим вас Чистейшей радостью И смехом Кого желаете выпить Я же намешаю Ну вот Кстати да Вот Везунчик Хорошо бы подошло Действительно Хотя Хотя Опять же Надо смотреть На Китайхи Возможно Там Так написано Смотри Поговори с ними Дорогая хозяйка А я займусь Баром Годы идут И мне нужны тренировки Чтобы Не растерять навыки Которые мне Помогали Зарабатывать На хлеб Где ты Хранишь Ингредиенты? Что под прилавком Дорогая гостья Вы приблизи Далека Может стоит Приготовить Особый напиток? Об этом-то я и думал Эй, друзья Сделайте Милость Пройдитесь По бару И Принесите Любимые ингредиенты Какие только Понравятся Разговор будет Долгий Поэтому Напитки Приготовлю Особые Безалкогольные Пройдитесь По бару Но ведь Все ингредиенты Здесь За барной стойкой Мы в грезах Дорогуша Здесь При желании Ты сможешь Проглотить Что угодно Измятежность Голод Замешательство И даже усталость Все совсем рядом Только руку протяни Вы слышали? Она назвала Меня Дорогушей Ну ладно Как бы В японской версии Это Скорее переводится Как Милая клиентка Или что-то подобное Ну ладно Даже в реальности Приготовление напитков Нечто большее Чем просто Смешивание ингредиентов Хозяину важно Соблюдать атмосферу бара Освоить технику И завести С посетителем Беседу Пока тот Находится В ожидании Заветного Угощения Только так и получается Идеальный напиток Главный инструмент И история Жизни клиента Другими словами Как повезет Такой и выйдет напиток Так что Не воображайте лишнего Когда дело касается веселья Нерешительность Его только портит Понятно ребят Так Отлично И в этом баре Потом мы будем Еще и ивент Проходить О Там Хинеку Это Услада Но я думала Ее здесь не продают Дай-ка встряхнуть Отлично Это Так же Шипит Еще Долго Сохраняет Годность Возможно Она здесь для красоты Может ее принес Кто-то другой Возможно Видишь ли Нынче Услада Повсюду Поэтому Неудивительно Что кто-то Принес ее сюда Почему в этом баре Не продают Услада Что-то случилось Барменская честь Подавать клиентам Напиток Доступный В любом В другом месте Было бы Бессмысленно Я придерживаюсь Такой же Логики Когда варю кофе Ты права Химико Понятно Как же она Прекрасная Чтобы найти Ножки Так Слушайте Давайте Сделаем Маленький Перерыв И потом Пойдем Дальше О Кстати А что там По камням Давайте Сначала Качу Сделаем Если Мне Хватит Ура Хватит Нафигу Короче Мне Хватило Перерыв 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 Перерывчик